дорогие друзья я всех приветствую на своем канале сегодня у нас очередное видео разбора и рассматривания украшений сокровищ которые нашла в наших канадских секундах винтаж и не очень много красоты много интересного надеюсь что вам понравится надеюсь что вам будет интересно ну все давайте смотреть ну что ж дорогие друзья давайте начнем рассматривать наш сегодняшний улов сейчас я немножко подвину всю сторонку и освобожу место для того чтобы показать все по очереди давайте начнем с самого простого незатейливого ну может быть и затейливого но на мой взгляд я не знаю я не нашла никакую информацию про эти бусы я купила потому что мне понравилось то что они очень необычные в принципе для того чтобы понять что они необычные к ним надо приглядеться но я пригляделась и мне показалось что они очень необычные состоят они из вот таких вот просто металлических палочек причем некоторые из них были погнуты я их некоторые как бы немножко исправила но так просто вот руками выгнула в другую сторону но они некоторые из них остались в таком погнутом состоянии я если честно не могу погнуть если честно я боюсь что что она сломается это этот металл хотя он не очень-то мягкий но тем не менее раз погнулся значит мягкий меня привлекли вот эти вот вставки мне кажется что во первых это ручная работа ручная роспись во вторых я не могу понять из какого они материала я думала это дерево я думал это стекло я думал это керамика до сих пор если честно теряюсь в догадках вот по звуку звучит это следующим образом послушайте что вы думаете что это такое наверное не дерево и наверное не стекло потому что они легкие может быть какая-то какая-то типа керамики или что я даже не знаю не знаю затрудняюсь значит тут еще имеется вот такие вот вот такие вот бусины которые звучат немножко по-другому вот это наверное пластик ну в общем не знаю не знаю что и сказать застежка похоже на винтажную вот такой вот бочечка такая в общем целом бусы загадка потому что мне кажется что это ручная роспись сделана очень интересно каждая бусина отличается от другого от другой именно тем что это ручная роспись посмотрите какие они интересные но теряюсь в догадках о том из какого материала они сделаны кем когда что винтаж не винтаж не знаю очень интересные очень смешные немножко детские такие но прикольные веселые я даже не знаю если я их буду носить ну буду наверное но они как бы интересны мне именно не не тем как они выглядят на шее а именно вот своей какой-то вот загадочностью необычностью вот видите вот этот мне не удалось выгнать вот этот вот это звено оно так и осталось старалась но боюсь сильно давить вот такие вот смешные интересные бусы так следующая вещь это конечно современное колье ну собственно почему конечно не знаю мне это кажется что оно современное потому что никаких признаков его винтажности я не нашла никаких так сказать ничего что говорила бы о том что это может быть не винтажное что это может быть винтажное украшение не знаю сделано она вот таким вот образом вот здесь длинные такие цепочки черных черные кристаллы очень блестящие очень красивые и разной длины в центре самая длинная короче короче покороче и все они нанизаны вот на такую вот тоже цепочку из кристаллов и здесь вот в конце удлинительная цепочка обычная совершенно черный металл вот такая вот застежка обыкновенная никаких маркировок ничего я не нашла состояние очень хорошая поэтому я думаю что это современное изделие вот так вот сзади она выглядит таким вот образом тоже довольно современно знаете что ценности в нем мало я думаю но купила я его потому что она очень красиво выглядит на шее знаете мерцающие эти черные кристаллы загадочные такие я бы сказала вот не показалось что есть ним что-то от двадцатых годов от украшений двадцатых годов почему-то вот такая мне фантазия сделал всплеск я покупаю современные украшения даже если они не какие-то ценные не какие-то винтажные потому что часто бывают современные украшения но хороших брендов дорогих компаний я тогда тоже конечно не пропускаю а это вот совершенно не знаю не думаю что это что-то дорогое и какой-то брендовое но она очень красиво бывает бывает очень часто причем бывает что не очень дорогие не очень известные компании делают очень красивый очень удачный дизайн очень хорошее качество которое прекрасно смотрится на не выглядит дешево прекрасно переливающиеся черные кристаллы в общем на на мой взгляд оно заслуживает внимание заслуживает того чтобы я его приобрела следующая брусс я хочу вам ее показать она тоже не является какой-то большой ценностью но я когда ее увидела магазине давайте покажу сзади здесь написано что house pins by lucinda то есть брошь домик в виде домика by lucinda lucinda это имя женщины которые производят эти броши здесь по моему стоит цена ее или 30 или 50 может они цена может номер какой-то не знаю в общем здесь есть ее адрес номер телефона и современная брошь тоже не винтажная но видите явно сделано хендмейт тут клей все это приклеено она делает их руками и они имеют под собой историю и в общем очень интересное происхождение это для чего она делает эти броши я вам сейчас прочитаю я нашла в интернете их много очень продается и я купила ее не потому что она представили большую какую-то ценность но это я люблю такие вещи которые покупая придя домой и поискав в интернете я нахожу какие-то интересные истории человеке который их производит или сами самой этой броши даже если как бы она не является какой-то коллекционной вещью но тем не менее я считаю что заслуживает она внимание именно потому что это не просто брошь а именно брошь с историей человек который организовал производство этих брошей женщины ее зовут люсинды яйц начала на их делать 1989 году и начала делать просто как хобби из картона и каких-то таких домашних средств которые у нее были раскрашивала их потом она начала их продавать она на самом деле художница у нее есть веб-сайт и на ее веб-сайте продаются ее картины потрясающе красивые интересные картины которые с очень с большим интересом рассматривала но начала она производить и продавать эти броши как для благотворительных целей и продавая продавая их она всю прибыль отдавала фонд благотворительности разные фонды она собрала 30 миллионов долларов вот продавая вот эти вот броши представляете и сейчас как бы она по-моему их уже не производит но она сейчас рисует картины и тоже продает их деньги от благотворительность в общем очень интересная история прекрасная женщина и я очень была рада что я купил эту брошь как бы мои деньги не ушли на благотворительность вернее я купила в секонд-хенде который в принципе является не профитной организацией которая все деньги отдает на помощь в разные благотворительные организации но она как бы продавала у себя на веб-сайте эти броши собирал деньги на благотворительность вот такая вот интересная история вот такая вот интересная история этой женщины и история этой броши и если честно мне на в принципе нравится вот именно даже как брошь потому что она необычная она интересная она забавная она притягивает внимание мне кажется что принципе я с удовольствием буду носить потому что она очень оригинальная очень необычная вот такой у меня есть браслет девочки ну вот я теперь не знаю он так должен выглядеть или это он так почернел позеленел но честно говоря я думаю что он такой и был изначально здесь по моему утеряно несколько вот таких вот элементов потому что мне кажется что вот некоторых местах есть какие-то вот здесь например пробел то есть вот видите они где-то находится каждый из них через звено висит а здесь вот например пропуск чего делаю вывод что мне кажется что один вот утерян вот такой вот колокольчик он не в очень хорошем состоянии у него вот эти жемчужины как бы жемчужины не с некоторых сошло покрытие маркировок никаких нету честно говоря это тоже браслет загадка вот видите вот здесь сошло покрытие для меня это его не портит потому что мне кажется что он настолько необычные нетривиальные нестандартные что даже немножко некоторые сход покрытия он как бы не не является большим недостатком мне кажется что это винтажная вещь во всяком случае он так выглядит у него есть какие-то потемнения вот на этих вот листиках очень необычный супер необычный честно сказать как браслет носить я не знаю буду ли я его потому что он неудобен в носке он небольшой вот ведь по объему то есть на мою руку он нормально но вот эти вот все все извиняюсь весельки и шишечки они довольно тяжелые он довольно тяжелый и когда он на руке во первых все это звенит гремит как кандалы у каторжника во вторых во вторых неудобно он тяжелый и довольно неудобно это все на руке но я его приобрела потому что он необычный и на мой взгляд довольно коллекционная вещь я нашла похожие браслеты и вообще бусы и ожерелье довольно известного дизайнера по производству украшений значит есть дизайнер которую зовут леонора дэйм и есть вот такие вот браслеты которые продаются очень похожие я вам поставлю картинку продаются они довольно дорого тоже вот такие вот жемчужины и цепочка и вот так вот так же сделано вот вот это вот лапочка лапка для этой жемчужины обычно на браслетах леонора дэйм есть шилдик с маркировкой вот здесь вот пределом к застежке здесь ничего нету поэтому я не знаю это украшение или это имитация на имитацию похоже мало если честно потому что уж очень качественно настолько качественно сделано такие знаете тяжелые крепкое такое украшение не знаю честно сказать похоже очень на настоящее у элеонора дэйм есть такого типа браслета ожерелье очень много разных украшений которые она делает они все довольно такие стоящие довольно не дешевые в пределах от 50 до 100 чем-то долларов ну вот тоже загадка не знаю настоящее это украшение не настоящее опять же носить не буду вряд ли вряд ли я когда-нибудь одену неудобно и потеряно у меня вот здесь вот явно видите потеряно одно 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 1 1 чар если может так сказать веселька не знаю вопрос интересная штука хотел захотелось мне иметь потому что мне кажется что она просто вот представляет интерес как коллекционная вещь так потом значит у меня есть такой набор сет это браслет и колье я думаю что это винтаж потому что во первых имеется вот крючок маркировок никаких не нашла ни на браслете не на колье теперь значит здесь по моему оборвана или заменена вот эта вот удлинительная цепочка и может быть она даже не оригинально потому что она как-то может оригинально но просто она видите обломана здесь возможно здесь находилась маркировка но его вполне можно носить потому что вот все таки осталось несколько звеньев за которые вот этот крючок можно зацепить крючок конечно вот такие вот украшения с крючком застежка в виде крючка делались обычно в 50 и 60 и обычно это винтажное украшение есть у него небольшой небольшие вот с обратной стороны затертости такие как будто бы сходы покрытия но в общем и целом особенно вот здесь вот здесь видите но в общем и целом он выглядит очень респектабельно благородно и совершенно не потертый и не старый и не страшный если вы заметите то здесь золото серебро видите вот эти вот звенья это они сделаны как и серебряного металла а внутри вот здесь вот желтый металл имеется как будто бы вставки из комбинации с желтым металлом то же самое браслет я купила их от типа отдельности вернее в одном и том же секунде но они висели отдельно я сначала увидела это колье подумала брать не брать маркировок нету непонятно что непонятно чего хотя выглядит она очень красиво необычно такой знаете витиеватые такие звенья симпатичные на мой взгляд но потом я увидела браслет к нему и подумала что раз просто набор просто сет то конечно же надо брать потому что сет встретить секунде довольно трудно и маркировки тоже нас на браслете нету нигде не на застежке не внутри но выглядит он красиво я вам примере конечно вы же знаете как всегда все примеряю но вот такая вот штучка немножко мне великого чуть-чуть для меня великого то тут прослед ну если я еще растолстею чуть-чуть то будет самараш шутка и наконец две броши значит я сейчас вам скажу про них эту брошь я купила давно просто вам не показывала это из новых я увидела ее в магазине давайте этот адвину ну и конечно же сразу поняла что это что-то такое эдакое раз такое необычное конечно же в ней много есть потерь вот вы видите это брошь комета я уже проговорилась как она называется вот в этом хвосте кометы здесь не хватает маленьких малюсеньких стразиков потому что вот некоторые они есть и некоторые потеряны но и вот это конечно штука которая тоже не из этой оперы несмотря на все это я ее приобрела и купила потому что это брошь вот здесь есть маркировка эта компания лиснер не знаю видно вам или нет но лиснер поверьте я нашла таких брошей много в интернете много нашла их описание это брошь комета называется очень красивые кристаллы посмотрите она винтажная переливаются необыкновенно прекрасным ярким блеском бриллиантовые просто бриллианты да надо будет как-то это восстанавливать надо будет искать малюсенькие вот эти вот кристаллики я думаю что это небольшая проблема но надо будет искать я небольшой специалист восстановления винтажных украшений украшений вообще у меня это с этим не очень все хорошо но я постараюсь потому что брошь конечно шикарная красоты значит замочек у нее вот такой немножко он очень как-то туго открывается закрывается общем надо попотеть но работает и купивший эту брошь и принес ее домой поковырявшись своих запасах ну то есть вот этот вот камушек он явно был вставлен потерян и вставлен предыдущий хозяйкой этой броши потому что видимо это было то что что она нашла он немножко перекликается цветом вот с этими вот светло салатовыми кристаллами но мне кажется что он из пластика а это стекло безусловно и вообще здесь должен быть сиреневый кристалл но видимо она не нашла ничего другого и вот мне кажется что еще вот здесь утерян маленький малюпусенький сиреневый кристаллик вспомнила я что у меня просто посмотревши на этот зеленый кристалл я показался мне знакомым вспомнила я что я давно-давно покупала вот такой брошь который вам хочу сейчас показать очень красивую необыкновенно красивую брошь она не имеет маркировок вернее у нее что-то такое здесь вот может быть это и есть маркировка может быть вот здесь вот сив кружочки иногда так маркировали кора если я не путаю может какой-то другой бренд она очень красивая это брошь тоже винтажный на мой взгляд в прекраснейшем состоянии за исключением того что в ней отсутствует один вот такой вот зеленый кристалл причем отсутствует он жесточайшим образом потому что видите здесь вот мне кажется что все кристаллы вставлены имеют такое крепление лапок здесь мне кажется что они обломаны ну по-любому это можно будет подклеить аккуратненько в общем давно я купила эту брошь и она мне лежала 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 смотрела на смотрела она очень красивая в принципе сама по себе но не хватало вот этого мне камня и купивший этот этого листнера я вдруг поняла что скорее всего вот если я выковырю камушек вот этот не все ни к силу ни к городу клист который был вставлен в эту брошь я по моему по размеру и по цвету она прекрасно у меня подойдет вот в эту вот брошку вот таким вот образом брошь листнер оказалась донором для другой броши скорее всего окажется может быть по размеру он немножко маловат для вот этого тоже здесь довольно большой кристалл но я думаю что как-нибудь я с этим делом переживу это а по цвету он просто абсолютно точно вот такого же цвета я не знаю может быть как-то темновато вам плохо видно я тут показываю показываю на самом деле как это какая-то темень на экране ну поверьте мне что-то мне со светом как-то все плохо сейчас не знаю не получилось мне добавить цвет и летом не темно в общем как вы видите вот этот вот зеленый зеленые кристаллы и вот этот кристалл зеленых брошь и листнер по моему очень подойдут друг другу ну что ж дорогие друзья вот такие у нас сегодня были находки я надеюсь что вам понравилось и было интересно было несколько очень интересных необычных вещей таких знаете даже не то что они какие-то очень красивые а именно вот свои какой-то вот исторической скажем так ценностью но не исторической а какой-то вот ну с каким какой-то истории которая есть за ними ну и конечно вот эта брошь которая для меня является очень красивой ценной вещью все увидимся в следующем видео всех люблю целую до новых встреч видео примерок болталок или разглядывания винтажных и не очень украшений всем привет с канада пока пока бай а